Безмерное горе в селении Марина Еловенского района. Сегодня здесь похоронили Игоря Чёфу, офицера, застреленного в пятницу во время вооруженного нападения в столичном аэропорту. На похороны вместе с семьей, родственниками и друзьями пришли его сослуживцы, а также высокопоставленные чиновники. Мужчину похоронили с воинскими почестями. Президент Майя Санду посмертно наградила его, а также вторую жертву трагического инцидента медалью за боевые заслуги. А правительство выделило семьям погибшим по одному миллиону леев. Завтра в стране день национального траура. Безграничное отчаяние в Немаринах, родном селе Игоря Чёфу. В родительском доме бывшего офицера собрались и старый млад провести его в последний путь. Он был очень воспитанным парнем. Учился здесь в Немаринах до пятого класса. Потом переехал в Малкочи, учился там с моей невесткой. Был замечательным парнем. И в селе о нем говорили только хорошее. Всегда помогал, даже когда я ходила за водой. Он был огромный молодец. Всегда все быстро решал. В семье царило взаимопонимание. Они занимались теплицами. Он был хозяйственником. Он был очень позитивным коллегой. Приходил на подмогу, когда нужно было. Никогда не отказывался. Был прекрасным человеком. Невозможно словами передать нашу скорбь. Несмотря на то, что у него было медицинское образование, какое-то время мужчина даже работал фельдшером. Игорь Чёфу решил пойти по стопам своего отца. Тоже полицейского. Тот скончался меньше года назад. У Игоря Чёфу остались и жена, и трое детей. Почтить его память и выразить соболезнования родным пришли премьер Дарин Ричан и другие официальные лица, в том числе руководства полиции. В первую очередь соболезнования родными и близким. В то же время соболезнования всем коллегам, потерявшим товарища, друга и не в последнюю очередь профессионала, умевшего хорошо выполнять свой долг в любом учреждении, где бы он ни работал. И глава погранполиции россиян Василой с трудом подбирал слова, чтобы выразить свои чувства. Нам очень жаль, и мы сделаем все возможное, чтобы подобное впредь больше не повторялось. Для нас он, как и Сергей Мунтяну, герой. И его деяния уже вписаны в историю пограничной полиции и в историю страны. Завтра в последний путь отправится и Сергей Мунтяну, второй полицейский, также получивший смертельное ранение при вооруженном нападении в аэропорту. Знак сострадания солидарности с семьями погибших президент Майя Сандо объявила 4 июля днем национального траура. По всей стране, а также в дипломатических и консульских представительствах Молдовы будут приспущены флаги. А в полдень будет объявлена минута молчания. Субтитры создавал DimaTorzok